К нам в редакцию обратились жители одного из домов по улице Роза-Люксембург в микрорайоне Новоленина. Они считают, что электрические провода, провисающие под своей тяжестью, могут угрожать их жизни и здоровью. Подробности мы сейчас узнаем у нашего корреспондента Александра Матрёнина, он на прямой связи со студией. Александр, тебе слово. Яна, мы находимся на улице Роза-Люксембург. Вот слева от меня остановка школьная, а справа от меня дом номер 35. Жители именно этого дома начали бить тревогу. Начали бить тревогу не вчера, не сегодня, а давным-давно. Из-за того, что рядом с Розой-Люксембург, рядом с остановкой школьная располагается, если не сказать, десяток, больше десятка павильонов разнообразных. Всем им требуется электрическое питание, поэтому за этим домом находится трансформаторная распределительная будка, очень большая кирпичная. И вот от неё выходят больше двух десятков кабелей разного сечения, разной изоляции. Все они идут по этому дому, вы можете посмотреть. Вот это вот лишь малая часть, потому что часть уходит ещё раньше, уходит на павильоны. А то, что есть здесь, посмотрите, четыре провода, изоляция, ну изоляция уже приходит в негодность, и хороший дождь, ветер. Ладно, это полбеды, что нарушена изоляция. Посмотрите, что происходит вот здесь. Я не скажу, что я какой-то там два метра ростом, но даже вот спотыкаюсь об эти провода, несёт он опасность. Ну трогаю, нет. Посмотрите, скрутки, оголённые провода, видно, что алюминиевые. Что это такое? Пойдёмте посмотрим. Дальше у нас крылечко небезызвестного пункта охраны и правопорядка. Там приёмная депутата законодательного собрания, одного из них. А рядом творится, ну что-то невообразимое. Посмотрите, это настоящая паутина. Тут Спайдермен чувствовал бы себя, как в родной стихии. Посмотрите. Вот это провода. Что это? Хочу дать слово представителю совета дома. Расскажите, пожалуйста, чем это опасно и как вы с этим пытаетесь бороться? С этим бороться мы пытаемся с 2013 года. Значит, обращались в Северную управляющую компанию, обращались в Южные электрические сети, в Иркутский энергосбыт, обращались в администрацию Ленинского округа. Я лично была на приёме у Коноваленко. Значит, у нас очень много переписки, но, как видите, воссыны не там. Это грозит, конечно, это электричество, его не видно. Не дай бог, на кого-нибудь упадёт электрический этот провод. Здесь напряжение 220 и 380 вольт. Торговые помещения, они, единственное у них благо цивилизации, конечно, у них и отопление, у них и, значит, и холодильное оборудование. Всё это у них именно на электричестве. Как решить вопрос с этими проводами? Я уже не знаю, может быть, в судебном порядке. Пробовали их в судебном порядке, но Северная управляющая компания составила такое исковое заявление, что арбитражный суд отправил его назад и оставил без движения. С 25.06 этого года было отправлено новое исковое заявление, но я не знаю, насколько оно грамотно составлено. Ну, а вообще убрать эти провода, что с ними сделать? Эти провода есть выход, и их можно закопать просто в землю, в траншею, закопать в траншею. Ясно, ваше пожелание понятно. Вот, Яна, такая ситуация. Очень много проводов, так называемая электрическая паутина в отдельно взятом месте. Тебе слово. Александр, спасибо. Напомню, это был наш корреспондент из микрорайона Новоленина Александр Матрёнин.